Валерия Непомнящего Аргументов сразу несколько. В этом сезоне Томи показывает отличный атакующий футбол, поэтому второе место в таблице выглядит вполне законным. Во-вторых, состав. Даже без белорусских легионеров Бордачева и Нехайчика, а также Ярана Каебаженова состав Сибиряков выглядел очень и очень ровным, без каких-то явных уязвимых мест. Но это все расклады на бумаге. На поле же в первые 20-30 минут полное преимущество имел именно Саратовский клуб. Игровое преимущество переросло в забитые мячи на 31-й минуте. После назначенного пенальти за нарушение правил штрафной Томичей против Сергея Шевчука. Наш капитан Александр Дегтярев шансов с точки не оставил. 1-0. Все, казалось бы, было именно в наших руках. Однако спустя всего 5 минут удар Евгения Башкирова находит в штрафной площади ногу Анзора Саная. И последний здорово разобрался в ситуации и сделал счет 1-1. Больше голов в первой половине встречи зрители не увидели. Второй тайм начался также с атак Сокола. Но на этот раз забить нам не удалось. А вот томичи свой момент использовали. На 85-й минуте Алексей Пугин за счет индивидуального мастерства забивает красивый гол и устанавливает итог на табло. 2-1 в пользу Томи. После этого поражения наш клуб опустился на 11-е место в турнирной таблице. Следующий календарный матч Сокол проведет в Оренбурге 15 октября против местного газовика. Да, факторов таких сбивающих для нас были сегодня очень много. Прежде всего дело не в погоде, потому что погода для всех одинаковая, и в конце концов и поле. Но у нас получилось так, что мы сегодня играли без четырех основных игроков. И поэтому я не скажу, что эти игроки, которые сегодня вышли в стартовом составе, уступают. Ну, наигрывали связи, уже сбалансировали состав, а сегодня как раз этого вначале не хватало. И как бы по ходу матча уже что-то наладилось, потом в перерыве внесли коррективы. В общем, я удовлетворен результатом и в какой-то части игрой. Дома, когда мы принимаем, команда большей частью защищает своих ворот, и нам не удается вскрыть такую насыщенную оборону. А когда мы играем на выезде, команда хозяев, подгоняемые своими болельщиками, атакует. У нас свободные зоны, нам легче так проникать в быстрых ответных атаках. Признаюсь, я посмотрел всего два матча с «Окол» до нашей игры против «Арсенала» и «Тосна». И скажу, что очень прилично выглядели против «Арсенала» на выезде. Диктовали свою игру, мне понравились. А с «Тосна», ну видите, там тоже игра была в принципе равная. Просто «Тосна» использовала момент, а «Сокол» не удалось. Поэтому по этим двум матчам, я думаю, что все-таки команда и мы в своем месте. Могла бы быть повыше. Везде трудно выиграть на выезде. Мы в Воронеже трудно играли, мы очень трудно играли в Красноярске. Но здесь, мне кажется, самая трудная игра была. Да, очень сложный выезд. Первые минуты нас немного ошеломили. Опять мы плохо входим в игру, уже который матч. Первые минуты нам не удается сразу завладеть инициативой, играть в полную силу. Сегодня первые 15 минут «Сокол», я бы сказал, нас немножко удивил даже. Они очень хорошо настроились на игру и подавили нас своим желанием, трудолюбием. Но потом в дальнейшем мы выровняли игру. Даже, я бы сказал, стали контролировать ход встречи и довели игру до победы. Конечно, переход с естественного газона на искусственный повлиял. Здесь немного другой отскок, немного другие движения. И если немножко сковывает, ну что делать? Приходится выходить из ситуации. Мы прилетели в предыгровой день, потренировались и сыграли игру на искусственном поле. Дома мы не готовились на искусственном. Это был такой момент, потому что на синтетике не очень хорошо себя мышцы чувствуют. Ну, я скажу, что неплохая команда, но чего-то не хватает. Первые минуты, если бы они забили, я думаю, еще один они могли. И один и два забить нам, то нам тогда гораздо сложнее было бы. Ну, в принципе, в принципе, мы ожидали такой сложной игры. Ну, мне команда понравилась. Хорошая команда, Сокол. И дай бог им удачи в следующих играх. Безусловно, перед нами стоит задача. И нам ее поставил и губернатор области, и руководство нашей команды. У нас только одна задача выйти в премьер-лигу. Первые минуты 30, наверное, хорошо играли очень. В принципе, Томска не было видно вообще на поле. И где-то вот забили гол, да, с пенальти, в принципе, хорошо действовали. Но после гола где-то что-то, видимо, не пошло. Не знаю, пропустили гол, не лепся на дарты. И где-то, не знаю, что-то надломилось, наверное. Второй тайм, мне кажется, что чуть-чуть тоже не удался. И поэтому поражение обидное, на самом деле. Потому что по первым таймам казалось, что должны были выигрывать, а в итоге проиграли, поэтому очень обидно. Физически, мне кажется, наоборот, очень хорошо готовы. Даже не знаю, мы где-то в области психологии повели 1-0. Где-то надо было дожимать, второй забивать. А мы как-то, может, осторожно стали играть. Наоборот, надо было еще агрессивнее, второй забивать. В этом, наверное, где-то наша была ошибка, я думаю. Полный стадион народу, время начинать матч, время начинать матч, время начинать.